Юра, давай вернемся к политике. Политики очень часто используют речевые шаблоны, чтобы переубедить избирателей. Вот чем они пользуются, что они делают? Как правило, чаще всего политики используют такой шаблон, который называется апелляция к последствиям. По-другому он называется по-простому пугалки, так как в мозгу, в нашем человеческом мозгу где-то приблизительно в четыре раза больше зон, которые реагируют на страх, как эмоцию, на опасность, чем на радость или удовольствие, потому это работает, потому наши новостные ленты заполнены различного рода страшными происшествиями, которые говорят, насколько страшен мир и насколько он страшно изменяется прямо сейчас. Мы все умрем. Как неизбежные последствия. И политики очень часто используют такой шаблон, при котором они рисуют картину страшного будущего, если будет реализован сценарий либо оппонента, либо текущей ситуации. Нужно четко понимать, что они используют не только этот речевой шаблон. Вначале они подготавливают его, приблизительно как в этом эпизоде. Пошли. Потише, дружок. Простите, сэр. Что? Вы не убрали за своей собакой? Да, я пакетик забыл. Но уж нет. Это ведь не просто закон государства, это закон человеческой культуры. Я вас уже видел. Вы ходите из того здания, пёс гадит, и вы оставляете всё как есть. Займитесь-ка своим делом. Это и есть моё дело. Нужно четко понимать, что когда политик начинает включать апелляцию к последствиям, он начинает с того, что происходит сейчас. И вот только что мы на это обратим внимание. Кроме того, он эту ситуацию обобщает до общего правила. Что это правило морали. Что это правило морали, оно существует для всех, всюду и во все времена. А потом опускается и говорит, а я вас видел. А я вас видел, и вы вот это вот делаете. Вы нарушаете это правило. И дальше, воздействуя таким образом, он приводит к тому, что в конце концов вы берёте... И прямо руками. А, ты из этих? Из тех самых. Ну, есть запасной пакет? Нет, я свой уже использовал. В другой раз уберу. Нет, вы уберёте это сейчас. Может, просто забьёшь? Забью. Звучит очень просто. Конечно, давайте забьём. Всего-то собачье дерьмо. Но это очень маленькое и очень опасное слово. Если я забью на дерьмо вашей собаке, придётся забить на то, что говном заполнится вся эта набережная. А случится это очень быстро. И оно будет на наших штанах, подошвах. И мы будем приносить его в наши дома. И там тоже будет пахнуть говном. На это очень легко забить. А почему бы не забить заодно на мелкие кражи? Ну, украл пацан из киоска пять баксов. Какая разница? Всем плевать. А в следующий раз он решит украсть ваш телек или вломиться в ваш дом и украсть вашу жену. Приводится аналогия с близким человеку миром, который чётко воздействует в его зону ближайшего окружения и того, с чем он может столкнуться прямо завтра. Притом, такого рода аналогия, она иногда бывает некорректна. Но тут же идёт обращение к тому, с чего всё начиналось. Какая нахрен разница? Ведь к тому времени мы все будем жить в говне. Чувак, у меня нет пакета. Зато руки есть. Что? Руками убери. А то что? Ну, блин. Сюда, дружок. Вот так. Молодчина. Я обращу ещё раз внимание на то, что психотехнология может работать как на разрушительную, так и на благую цель. Психотехнология к этому нечувствительная. Она реализовывается лишь для того, чтобы воздействовать на поведение собеседника. И апелляция к последствиям – одна из очень сильных психотехнологий, которые позволяют изменять как убеждение, так и, собственно, поведение вашего оппонента в споре, в переговорах или в презентациях. Ну, а как апелляция к последствиям работает? Давай ещё раз простую схему тогда закроем. Во-первых, вы должны назвать то поведение, которое сейчас происходит для того, чтобы у человека была привязка к его собственному поведению. После этого свести его к определённому правилу, так, словно этот человек действует так постоянно, и это ведёт как линия поведения к определённым большим последствиям. Эти последствия должны быть… И большими, и маленькими. И большими, и совершенно конкретными, и привязанными к его личному миру. Более того, они должны воздействовать негативно на его личный мир. И после этого идёт предложение, как поменять поведение, чтобы эти последствия не произошли. Спасибо. Спасибо. Спасибо.